ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ БУКВАЕТ Сима, позволь поинтересоваться, кто тебе разрешал крысть этот книжный шкаф? Он стоит в нашей библиотеке с девятнадцатого века. Если ты прогрызёшь ножку насквозь, то шкаф упадёт, разобьётся и редкие фолианты, которые в нём хранятся, могут тоже пострадать. За такое поведение, Сима, ты будешь остаток сегодняшнего дня стоять в углу рядом с пыльной шваброй. Ну и пожалуйста, подумаешь, очень надо. Я и так всё время одна. Одна читаю, одна играю. Ты только уроки учишь да проверяешь, потому что ты оставь старый зануда, а не учёный кот. Всё, что ты сейчас говоришь, не объясняет, почему ты решила испортить старинный шкаф. Я хотела открыть у него круглую деревянную ножку, чтобы сделать ещё одного мышонка. Из ножки? Из кусочка дерева. В сказке «Золотой ключик» или «Приключения Бурадина» папа Карло из полина сделал деревянного мальчика и уложил. Я тоже сделаю деревянную мышку, и она оживёт. И будет у меня подружка. Чтобы сделать мышку, хватит и ножки шкафа. Сима, послушай, пожалуйста, ты, конечно, можешь отгрызть ножку у шкафа и выточить из неё мышонка, но он останется деревянным. Ну почему? Может, я выбрала не ту породу дерева? Или мне нужно найти специальное волшебное полено? Буратино ожил, потому что он сказочный персонаж. А мы с тобой нет. Но я обещаю чаще с тобой играть. А ты не обманешь? Нет, конечно. Хорошо. Тогда я не буду отгрызать ножку у шкафа, раз она всё равно не то же самое, что волшебное полено. Любое полено чуть-чуть волшебное. Как это? А так, в древнерусском языке был глагол «полетий». От него и произошло слово «полено», которое означало «то, что горит». Первоначально так называли чёрные обугленные, но не прогоревшие дрова. Но потом значение слова стало шире. Теперь полено – это вообще любой кусок дерева, предназначенный для топки. Выходит, что было полено обгоревшим, а стало целеньким. Чем не волшебство? Здорово! А давай ты мне ещё сказку вслух почитаешь? Какую? Золотой ключик. Договорились. Пошли искать книжку. Договорились. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok